Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Подарки читателям, новые модельные библиотеки откроют большие возможности. Инзенцы переселяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Театр кукол вернулся с гастролей и готовится к открытию сезона на родной сцене. Димитровградские детские сады получили новые окна. Инзенцы переселяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наша съемочная группа побывала у переселенцев из аварийного дома на улице Рузаевская. Дом номер 30 на Рузаевской – бывшая больница, построенная в далеком 1937 году. В жилой фонд она попала несколько десятков лет назад, будучи отпозиционирована как временное жилье. Однако, как уверяет народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное. Раньше я на квартире, а потом вот это как ее дали по Рузаевской 30. Там туалет, там ребят. Я-то 30 лет в садике проработала. 30 лет в детсаде, в черемушках проработала. Муж умер. 24 года, вот одна. Прежнее жилье далеко от центра города. Из инфраструктуры шаговой доступности развалины советских учреждений и кустарник. Магазины, больницы, школа – все далеко. Поэтому новой квартирой Елизавета Кузьминична довольна. Шутка ли, жилье в два раза больше того, что было, да еще и в самом центре. Очень нравится. Хорошо. Спасибо, дай Бог. Всем здоровья. Там вот солнышко, и тут вот солнышко. Вот балкон сделал. Сын приезжал, балкон сделал. Вот теперь все хорошо. В новый 12-квартирный дом с Рузаевской 30 переселено несколько человек. Довольны все и всем. Особенно планировкой. Ну, удобно кухне. Кухня удобная самая. Конечно, там одна комната, она большая, но длинная, узкая. Ну, так нормально, в принципе. Вторая комната там тоже нормальная. Но для меня самое главное – вот кухня. Что для женщин – кухня. В отличие от кухонь в советских ручевках, где подчас вся семья просто не помещалась, в этих кухнях можно проводить даже небольшие семейные праздники. Это новация от застройщика. Планировка, ну, кухня. Старались сделать большие кухни, потому что в основном все женщины как бы проводят больше в кухне, мужчины. И поэтому за столом сидеть, как бы столовой тоже вместе сидеть. Переселение с Рузаевской идет полным ходом. Прямо во время съемок счастливые переселенцы грузили мебель на старом месте и разгружали по новому адресу. Переулок аптечный номер 3. Работа по национальному проекту «Жилье и городская среда» введется по всему региону. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ульянской области планируется расселить 44 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселить 2,5 тысячи человек из 136 милликвартирных жилых домов. В программе переселения в рамках национального проекта участвуют 12 муниципальных образований, в том числе 4 муниципальных образования приступили к ее реализации уже в этом году. Это Сенделейский, Индизский, Ульянский районы и город Ульяновск. Бывшая больница на Рузаевской 30 будет полностью расселена до конца этого года. 35 семей наконец-то получат современное жилье. Всего по Ульянской области в ближайший период планируется переселить свыше 300 семей. О том, что этот нацпроект один из самых приоритетных, не раз заявлял президент России Владимир Путин. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новость Улл Правды ТВ. Когда ремонт не в тягость, а в радость. Если демитровградские школы еще ждут обновления окон, то демитровградские детские садики уже получили обновки. В 2020 году будут доделаны последние 12 учреждений. В рамках рабочего визита в Демитровград губернатор побывал в детском саду номер 49. Здесь Сергей Морозов ознакомился с итогами реализации региональной программы «Новые окна в детских садах». 145 новых пластиковых окон установили в детском саду «Жемчужинка» всего за почти полтора месяца. На эти цели было потрачено почти 3,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Заведующие уверяют, что окна качественные, хорошо держат тепло в помещении и оснащены специальным замком от детей. Сейчас в детском саду готовятся к другому ремонту. По поручению губернатора на экономию от установки окон мы будем ремонтировать бассейн. Экономия у нас составила 1,621,000, у нас уже составлено смет, проверено в ценообразовании. И по нашим подсчетам ремонтные работы должны начаться в ноябре, закончатся сразу после Нового года. И я думаю, после Нового года детский сад еще получит еще один подарок от губернатора – новый красивый бассейн. Капитальный бассейн не ремонтировался ни разу, а «Жемчужинке» уже 37 лет. Детский сад посещают 262 воспитанника. Из них 78 ребят из групп компенсирующей направленности. Кстати, в ходе встречи возник еще один вопрос – необходимость ремонта потолка в музыкальном зале. Давайте посмотрим, а сколько там стоит ремонт там будет? Есть какой-то ремонт? Примерно, вот у меня была смета на ремонт физкультурного, полный ремонт физкультурного, музыкальный зала, 200 тысяч. Я думаю, потолок обойдет, ну, 2150-1850. Давайте посмотрим ваше помещение. В результате осмотра глава региона поручил профильным министерствам рассмотреть возможность выделения из регионального бюджета дополнительных средств данной дошколки. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специально для Управда ТВ. На сегодняшний день на территории региона действует 520 государственных и муниципальных библиотек. 32 из них являются модельными. Скоро на территории города Ульяновска откроют еще две модельные библиотеки. Модельные библиотеки будут работать на базе библиотеки номер 18 «Семейная библиотека» и библиотеки номер 12 имени Владимира Даля. Впервые их создают за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Культура». Национальный проект «Культура» подарил многим библиотекам в регионах не только сохранение библиотек, но и само развитие, продолжение жизни библиотек. И нашей библиотеке в том числе очень повезло. Дополнительное финансирование на создание модельной библиотеки именно на нашей базе выделили в 2019 году. По словам заведующей библиотеки, те условия, которые придут в учреждение, будут направлены в первую очередь на читателей. Электронный читальный зал откроет доступ в электронную национальную библиотеку. Мультимедийное оборудование позволит не только смотреть фильмы, но и делать аудио- и видеозаписи. А еще установят брошюровщик. Главное, все услуги будут в шаговой доступности. Располагая определенными материально-техническими, информационными, кадровыми возможностями, современные библиотеки становятся единым окном культуры, образования и информации для населения. Это отмечают сами читатели. С библиотекой семейного чтения я знакома почти 30 лет. Ну, может быть, года два-три не хватает. И очень приятно вспоминать, какое изменение идет вообще в библиотеке. Вначале в эту библиотеку приходили просто взять книжку и уйти. Если книг очень мало, то был читальный зал, можно было посидеть, почитать. Ну, и вот в дальнейшем смотрится. Вот уже сделал маленький детский уголок, там пусть он даже не маленький. И, конечно, мы вдвойне рады, что мы одни из первых получаем такую возможность, что у нас здесь будут высокие технологии, у нас будет компьютерный зал. Сегодня в семейной библиотеке уже сформирован отряд цифровых волонтеров. Первых помощников – читателей. Старшеклассники 66-й школы согласились стать цифровыми волонтерами не только для старшего поколения. Они сказали, да, мы будем работать с ними по сайту «Доктор 73». Объяснять пожилому пенсионному возрасту, что такое РИЦ, как этим пользоваться. Ну, а с молодым подрастающим поколением, не во всех школах преподается информатика, требования уже большие, они будут рассказывать о том, как пользоваться элементарными знаниями при пользовании не интернетом даже, а просто компьютером. На научно-культурные центры притяжения, которыми должны стать библиотеки, направят 10 миллионов рублей. Как объяснила заведующая семейной библиотеки, на эти средства установят новую компьютерную технику, закупят мебель. Книжные фонды библиотеки значительно пополнятся печатными и электронными изданиями. По словам заведующей, уже в декабре на базе семейной библиотеки заработает модельная библиотека. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Будущие папы учатся пеленать, а мама расслабляться перед родами. Более 80 ульяновских семей получили консультации по подготовке к рождению детей. В семье Шемякина готовятся стать родителями в первый раз, ждут дочку. Екатерина еще задолго до беременности подходила к материнству осознанно, поэтому кроме сдачи анализов и прохождения врачей, читала много специальной литературы. Сегодня пополнить багаж знаний Екатерине вместе с мужем помогает проект «Шаги к материнству». Казалось бы, подготовиться невозможно окончательно к рождению ребенка. Но мы решили, что мы с мужем пойдем на курсы будущих родителей. И в первую очередь, наверное, даже больше для мужа, потому что мне хотелось бы, чтобы он мне помогал. При городской клинической больнице номер один создана психологическая служба, где специалисты готовят будущих мам и пап к встрече со своим маленьким чудом. Без пяти минут родители на тренингах и семинарах учатся пеленать и кормить малыша, получают знания об особенностях развития ребенка до года, а самое главное – становятся морально готовыми к появлению нового члена семьи. Наиболее важный акцент, куда мы стремимся, куда мы движемся, и это все-таки формирование у будущих родителей того самого образа семьи. Потому что, я думаю, что не секрет, очень много семей, сталкиваясь с недопониманием после рождения ребенка, иногда приходят и к разводу, чего что-то скрывать, и первый год жизни ребенка – это наиболее острый период для разногласий по поводу воспитания того же самого ребенка. Курсы длятся 3-4 недели и открыты с июля до конца года. Записаться на них через соцсети или телефон может любая семейная пара, ожидающая пополнения. За время работы проекта «Шаги к материнству» уже более 80 человек, не только мамы Пап Заволжского, но и других районов, получили консультации квалифицированных врачей по подготовке к рождению детей. Этот проект был поддержан на региональном конкурсе для некоммерческих организаций. Такие конкурсы у нас проводятся ежегодно и по два конкурса в год. В этом году вот этот проект был поддержан. Мы надеемся, что он получит развитие и будет реализован, конечно, во благо наших молодых мам, для того, чтобы наша демографическая ситуация улучшалась, для того, чтобы мамы чувствовали заботу и поддержку. Ульяновский проект «Шаги к материнству» помогает в реализации национальной программы «Демография», направленной на повышение рождаемости. Преодоление демографического кризиса, преобладание рождаемости над смертностью, по мнению президента Владимира Путина, одно из важнейших условий для сохранения нашей страны. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правда. ТВ. Коллектив Ульяновского областного театра «Кукол» вернулся за гастроли Сахалина. Главный режиссер театра поделился своими впечатлениями, заодно рассказал, как идет ремонт зданий театра и что ожидает в новом театральном сезоне. Ульяновский театр «Кукол» стал участником 5-го Сахалинского международного фестиваля «На островах чудес». Гастроли проходили 10 дней. Среди участников также были артисты и театроведы из Аргентины, Франции, Турции, Испании, Грузии, Ирана, Румынии, Молдовы, Белоруссии. Зрители увидели 26 постановок, в том числе три спектакля Ульяновского театра «Кукол» «Волк», «Коза» и «Козлята», «Волшебный колодец» и «Мама и я». Поразил сахалинский зритель. Зритель, который ждет встречи с театром, с театром «Кукол» особенно. И настолько благодарной реакции зала я, по-моему, не встречал нигде. Это действительно было здорово. То есть, эта встреча, невзирая на всякие наши обязательства, финансы и прочее, встреча с таким зрителем, она всегда очень приятна. И заставляет просто понимать, что мы живем не зря, что мы не зря работаем, выпускаем спектакли. И нас ждут везде, не только в Ульяновске, в Ульяновской области. Поездка стала возможна благодаря участию в федеральной программе «Большие гастроли», которая помогает театрам из регионов расширять творческое сотрудничество и привлечь новую зрительскую аудиторию на территории всей страны. Также по программе «Большие гастроли» в ноябре в Ульяновске будет гастролировать Государственный театр «Кукол» Удмуртской республики со спектаклями «Маленькая метель», «Жемчужина кахару», «Кот в сапогах». Напомним, что текущий 2019 год в России объявлен годом театра. Его мероприятия охватывают многие направления. В частности, по инициативе губернатора Сергея Морозова идет реконструкция исторического здания Ульяновского театра «Кукол». На нее выделены федеральные средства – около 17 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура» и 4,5 миллиона рублей из бюджета Ульяновской области. По словам директора театра, уже в ноябре театр откроет свои двери для зрителей. Только что мы были на планерке со строителями, обсуждали такой вариант, что на следующей неделе до 25 числа нам сдают кассовый зал. Мы открываем продажу билетов на спектакли, которые планируем начать показывать уже на нашем стационаре где-то с 5 ноября. Я очень надеюсь на то, что строители слово сдержат, и тогда мы сдержим свои слова и обещания перед нашим зрителем. Александр Владиленович показал нам, что делается и что сделано в плане ремонта. В настоящее время на полу в фойе выкладывается новый паркет, на окнах устанавливаются новые рамы, снаружи деревянные, а внутри пластиковые. Потолок обновлен, а после 18 ноября зрители смогут посетить спектакли в малом зале-трансформере. Кроме того, полностью отреставрирована кровля, восстановлен ее исторический облик, и она соответствует современным требованиям градостроительства. Сейчас завершаются работы по укреплению фундамента современным методом инъекций. Фасад отштукатурен и приобретает свой цвет. Даже столетние ворота предстанут в обновленном виде. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптика, в выходные ожидается прохладная погода. Температура воздуха днем опустится до отметки 8 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров, представлены в открытом доступе на сайте проекта «Театральное Приволжье. РФ». С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас по будням на телеканале Управда ТВ 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале Управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.